Здравствуйте! В эфире канал Россия 24, информационная программа События недели. На минувшей неделе с рабочей поездкой в Карачаево-Черкесию посетил полномочный представитель президента России в СКФУ Юрий Чайко. В ходе двусторонней встречи глава региона проинформировал Юрия Яковлевича об итогах социально-экономического развития республики за первые полгодия 2024 года. Отдельное внимание было уделено ключевым направлениям бюджетной политики. Также речь шла о мерах поддержки военнослужащих и членов их семей, что является особой зоной ответственности органов государственной власти всех уровней. Что касается экономики, то по всем основным показателям в промышленности, сельском хозяйстве и туризме мы видим уверенный рост, отметил Юрий Чайко. Завод Домоте запустил новую консервную линию. В России увеличилась мощность производства консервов до 2 миллионов банок в месяц. Это позволит производить до 24 миллионов банок в год. Сумма инвестиций составила порядка 15 миллионов рублей. За производством консервов наблюдала Мадина Каракетова. Лидия Кимкетова в Домоте не работает еще и года, но уже на хорошем счету как грамотный специалист. Лидия называет себя контролером веса, то есть она контролирует, взвешивает наполненные банки. Банка должна быть определенного веса. Если меньше, я добавляю. Если выше, я убираю. Она должна идти в обороты. Мясные консервы проходят все этапы также ответственно. Этим и объясняется их неповторимый вкус и качество, которые уже оценили потребители. Консервную продукцию Домоте стала выпускать летом 2023 года. Проект, как говорится, стрельнул. И ровно через год компания значительно увеличила мощность производства. Мы увидели, каким спросом пользуется продукция. И руководством компании в оперативном режиме было принято решение о модернизации данного цеха. Соответственно, путем замены нескольких единиц оборудования, автоматизации некоторых этапов производства продукции, на выходе мы получили производство, способное выпускать 2 миллиона банок в месяц или 24 миллиона банок в год. На первоначальном этапе мощность этого цеха была порядка полумиллиона банок в месяц. Модернизация оборудования позволила увеличить скорость линии. Дополнительно приобрели этикетировщик, банкомойку, дозатор и закатку пустой банки. Мясоорезку, которая также упрощает процесс и позволяет в конечном итоге быстрее заготавливать сырье и, что немаловажно, обеспечить точность его нарезки. После того, как банки наполнили с учетом всех требований и стандартов производства консервированного мяса, их отправляют на дополнительную стерилизацию. В эту смену за жесткую тепловую обработку, которая в полной мере обеспечит гибель необразующей споры микрофлоры и гарантирует стойкость консервной продукции при длительных сроках хранения, отвечает Иван Кравчук. Мы производим варку продукции. В течение двух часов у нас идет стерилизация. После чего мы выдаем уже готовую продукцию на участок упаковки и маркировки. Эти мясные консервы можно смело хранить до двух лет. В качестве сырья для консервов Домоте используют собственную баранину и индейку. Работает цех по производству консервов ежедневно, без выходных. В одной смене задействованы порядка 35 человек, рассказывает генеральный директор завода ООО «Кавказмясо» Харун Гидиев. В планах компании дальнейшее развитие производства консервов. Я так думаю, это еще не последний этап модернизации, увеличения мощностей производства. Почему это происходит? Потому что наша продукция соответствует всем требованиям качества продукции. Само производство отвечает всем требованиям пищевой безопасности. Очень хорошие отзывы от покупателей получаем. На текущий момент выпускаем ассортимент баранину тушеную и баранину классическую, также индейку классическую и индейку по-домашнему. В планах есть запустить также производство консервов из говядины. Консервные продукты Домоте выпускаются под брендами «Базарка» и «Индилайт». Все сертифицировано по стандартам ХАЛАУ. Марина Каракетова, Олибостанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Черкески на этой неделе вспоминали детей жертв войны в Донецкой Народной Республике. Трагическим событием, имеющим десятилетнюю историю, было посвящено мероприятие, организованное в Парке Победы региональным министерством по делам молодежи. Подробности у Артура МХЦ. С начала боевых действий в 2014 году в Донецкой Народной Республике погибли около 300 детей. Почти одна тысяча были ранены, стали инвалидами. В 2022 власти ДНР установили дату в память о событиях, которые произошли в Горловке 27 июля 8 годами ранее. Тогда жертвами удара ВСУ стали 22 человека, в том числе 4 ребенка. Прошедшее в Черкесской парке Победы памятное мероприятие еще одно напоминание о трагических последствиях ударов вооруженных сил Украины по мирному населению Донбасса и других регионов теперь уже Российской Федерации. С началом русской весны на Донбассе с 2014 года фашистский киевский режим начал активно обстреливать мирные регионы Донбасса. В целях было понятно, как можно больше жертв среди мирного населения посеять панику и обратить людей в бегство. И в этот день мы чтим память наших маленьких ангелов. Каждый из погибших, маленьких жителей Донбасса, мог бы кем-то в этой жизни стать, реализовать свои мечты, сделать этот мир светлее. Участникам митинга были зачитаны короткие биографические справки о нескольких десятках погибших детей Донбасса. После минуты молчания представители власти в регионе Черкески, члены общественных, ветеранских, молодежных, патриотических организаций возложили цветы к вечному огню. Для нас, для жителей Карачаева Черкесии, молодежи Карачаева Черкесской Республики является крайне важным и необходимым помнить, чтить, уважать, поддерживать. Со своей стороны выражаю благодарность за то, что в рамках данного стихийного мероприятия приняло участие более 150 человек. Глава Республики Рашид Тимрезов в своем телеграм-канале напомнил, что в настоящее время участники специальной военной операции, в том числе из Карачаева Черкесии, отстаивают право жителей Донбасса и других новых регионов России быть со своей родиной, жить свободно, сохранить культуру нашего великого многонационального государства. Артур Мухце, Ренат Мука, Вести, Карачаева, Черкесия. У памятника Хейсия Хачирова в ауле Кардюрт Карачаевского района чествовали представители рода Хачировых, которые совершили восхождение на восточную вершину Эльбруса в июле этого года. Смотрите подробности. Шесть человек, представители рода Хачировых, среди которых и девушка 23 июля в 2 часа ночи вышли в путь со стороны штурмового лагеря и направились на самую высокую вершину Европы. Рассвет того же дня, 23 июля, команда уже встретила на восточной вершине Эльбруса на высоте 5621 метр. Участников восхождения чествовали в ауле Карчурт. Слава благодарности и восхищения собравшиеся выразили всей команде. Тимирлану, Марату, Артуру, Руслану, Марьяне и руководителю экспедиции Мурату. И от фамильного совета рода Хачировых вручили благодарственные письма. Отметили в этот день и представители рода, которые защищают интересы родины, участвуя в специальной военной операции, а также победителя этапа Кубка мира по грэплингу Хамида Хачирова. Совершили восхождение на Эльбрус, возложили там цветы и наши фамильные. Мы учреждали фамильный совет знамя. Но это все, я хочу сказать, это патриотическое воспитание молодежи. 195 лет тому назад официально первое восхождение на самую высокую вершину Европы и России совершил Хачиров Хейса, которого называют Келар. Каждый год, особенно в юбилейный год, спасибо большое Хачировым, они организовывают вот такого рода мероприятие, чтобы мы не забывали нашего первого восходителя. Мы давно планировали восхождение. В этот раз мы решили идти нестандартным маршрутом. Маршрут был очень тяжелый. Седловины на восточную вершину. Снега было очень много, но молодцы, все выдержали. Мы на вершине сказали пламенную речь, очень обрадовались, что зашли. И, конечно, в первую очередь, хвала Всевышнему, что мы поднялись. И хвала Всевышнему, что мы спустились. Спускались мы также по очень нестандартному маршруту, так называемая мотоциклетная площадка такая. Мы спускались очень по такому сильному склону. Ну, хвала Всевышнему, все дошли, все с задачей справились. Спасибо им за это. Событие, на самом деле, очень интересное, значимое. Вот, так мне представляется, по крайней мере. И это было посвящено 195-летию. Что будет на 200 лет, это будет сюрпризом. Восхождение на Эльбрус руководитель экспедиции Мурат Хачиров совершает уже в четвертый раз. Флаг, который они поднимали в этом году на восточную вершину Эльбруса, он передал руководителю рода Хачировых Магомеду Хусеевичу. Вы дали нам задание взойти на Эльбрус. Мы, как ваши младшие братья, сестры, племянники, внуки, взошли на Эльбрус, и вот это знамя хотим передать вам. В завершении мероприятия собравшиеся совершили обряд дуа по усопшим предкам, а жителям всей республики и страны попросили у Всевышнего мира и процветания. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия, Карчур. Сотрудник отдела МВД России по Черкесску Белла Батчаева стала победителем на всероссийских соревнованиях по армрестлингу. В бескомпромиссных поединках турнира приняли участие более 300 спортсменов из 26 регионов России. Как хрупкой девушке удается совмещать спорт со службой в органах внутренних дел и достигать высоких результатов, об этом и многом другом Белла Батчаева рассказала Белле Джозаевой. Белла, здравствуйте. Здравствуйте. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. В последнюю нашу встречу вы рассказывали о том, что готовитесь на всероссийский турнир по своему виду спорта по армрестлингу. Я знаю, что всероссийские соревнования состоялись, и мало того, что они состоялись, вы участвовали в них, и вы еще взяли первое место, с чем я вас, конечно, поздравляю. Это большой успех. И хочу спросить, как лично для вас прошли эти соревнования, что было сложно, что не так легко далось? Здравствуйте, Белла, спасибо за поздравления. Физически я бы сказала, что я была вполне готова для участия на этих соревнованиях. Эти соревнования были довольно-таки весомыми. В них участвовала, можно сказать, что вся Россия. И для меня было сложно участвовать на этих соревнованиях, потому что физически-то я практически всегда подготовлена на любые соревнования, можно сказать. Но психологически то, что большое количество соперников серьезных. И это, во-первых. Во-вторых, то, что я давно не участвовала на соревнованиях. Уже, скажем так, уже, наверное, 2-3 года. И в-третьих, то, что прям, когда был финальный поединок, в борьбе правой рукой, поменяли судью. Вот, когда я в финале боролась с девушкой из Северной Осетии. Соревнования тоже были в самой Северной Осетии, в городе Владикавказ. Вот для меня вот этот момент был сложным, потому что я начала... Если я вам скажу, что я не волнуюсь, вы же мне не поверите. Я всегда волнуюсь перед соревнованиями, как и все спортсмены профессиональные. Несмотря на то, что я знаю, что даже если я не выиграю, в моей жизни ничего не изменится в худшую сторону. В любом случае, я очень довольна результатом, потому что эти соревнования для меня толчок для участия на самом чемпионате России. И без участия на соревнованиях СКФО можно сразу поехать на чемпионат России, который состоится на следующий год, уже весной. И я хотела бы участвовать на этих соревнованиях. Но чтобы участвовать, конечно же, нужно плодотворно работать над собой, как физически, так и морально. А было помимо того, что вы майор полиции, старший инспектор отдела ПДН, много-много лет вы занимаетесь спортивной деятельностью, профессионально. Помимо этого, с недавних пор вы занимаетесь тренерской деятельностью. Наверное, мы сегодня все-таки больше будем говорить про спорт. И я хочу пойти к истокам и спросить у вас, что было главным толчком для того, чтобы вы пришли в спорт, в профессиональный спорт, именно в этот вид спорта. Во-первых, совмещать это очень тяжело, потому что у нас в полиции ненормированный рабочий день. И поэтому мы, можно сказать, допоздна, до поздней ночи находимся на работе, потому что объемы работы большие. И чтобы у руководства не было нареканий, приходится все поставленные задачи руководством выполнять в полном объеме, не только в полном объеме, выполнять их своевременно, четко. А что касается насчет тренерско-преподобательской деятельности, то есть ею я занимаюсь в ней рабочее время, в основном выходные дни. И у меня просто-напросто в рабочие дни, и даже вечером не бывает времени для этого. И вот, и, конечно же, дети, которые посещают мою секцию, им приходится подстраиваться под мой график, потому что по-другому мы и тренироваться не сможем. Вот. И как-то приходится, я с ними же работаю, и сама начала заниматься именно так же профессионально, как и раньше, спортом, потому что начала с ними работать. Если бы с ними работала бы, я не могу четко сказать, что я бы сама начала бы заниматься именно профессионально, для того, чтобы участвовать на всеразличных соревнованиях серьезных. А что послужило толчком в детстве, в юности? Толчком в детстве послужило то, что мой тренер, первый тренер, Богатурёв Абухасан Анзорович, он также является основателем этого вида спорта в нашей республике, он встретил мою маму, Чумаеву Фатиму Абдуловну, в городе, и спросил у неё, говорит, у вас, как я знаю, что у вас одна дочь, ну, давайте приводите её ко мне на секцию, я буду её тренировать. И с этого дня, прошло буквально вот несколько дней, как мы с мамой пошли в этот спортзал, и с того дня я редко помню, когда я пропускала тренировки. Кому бы вы из тренеров своих сказали бы особое спасибо? Из своих тренеров, конечно же, я хочу сказать большое спасибо своему первому тренеру Богатурёву Абухасану Анзоровичу, то, что я вообще узнала, познала, что такое спорт, что такое соревнования. Он меня всему научил. Ну и, конечно же, и тренеру своему, с которым мы сейчас работаем, Узденову Умару Мусаевичу. С ним я уже начала работать, когда я уже начала участвовать на взрослых соревнованиях, то есть это от 18 и старше. И своим двум тренерам я хочу сказать спасибо и выразить свою благодарность. Назовите, пожалуйста, вот такой, наверное, переломный, важный момент в вашей спортивной карьере. Переломный момент, их было два, так скажем, два переломных момента, когда я после того, как участвовала на юниорах до 18 лет, эти соревнования практически всегда и везде я выигрывала. Можно сказать, я становилась первой. Ну, настал такой момент, когда я не совсем была как физически, так и морально подготовлена для того, чтобы участвовать на соревнованиях, то есть от 18 лет и старше. Это был для меня переломным моментом. Я думала, может быть, спорт это вообще не мое, может, уже дальше не стоит тренироваться, готовиться. И второй момент, когда я уже начала работать в органах, это был 2012 год, когда я уже хотела работать, подумала, что уже пора оставлять спорт, заниматься своей работой. А потом я поняла, что без спорта мне очень тяжело. Вы помните точное количество своих побед и поражений? Ну, сказать трудно так посчитать. Конечно, как и у любого, как и профессионального спортсмена у меня тоже бывали и выигрыши. Конечно, побед намного больше, чем поражений. Ну и бывали среди них поражения. Я бы не сказала, что для меня это были переломные моменты по той простой причине, потому что я, конечно же, сильно переживала после соревнований. Для меня это был толчок для того, чтобы больше заниматься, проводить, активизировать, так скажем, работу над ошибками. Но спорт я не думала бросать. Вот чтобы у такой хрупкой девушки, как вы, были такие сильные руки, помимо тренировок, что надо делать? Это питание, это какие-то особые упражнения? Нужно систематически посещать спортзал, не пропускать. В спортзале тоже нужно знать, какие виды упражнений делать для того, чтобы набирать хорошую форму физическую. И упражнений-то много. Я не могу сказать, что они плохие, но нужно выбирать наиболее эффективные упражнения для того, чтобы они помогли тебе как можно быстрее набрать форму. Как я уже ранее говорила, питание, ну и сон. Сон очень важен, как на соревнованиях, так и в период подготовки. А вы можете назвать психологические приемы, свои личные, с помощью которых вы настраиваетесь на успех? Да, конечно, как и у любого другого спортсмена, есть свои моменты, когда я, будучи на соревнованиях, самое главное, это когда ты в пути, то есть ты уже выезжаешь на эти соревнования, ты не должен думать. Ну, по крайней мере, я не думаю о том, что я еду на соревнования, когда мы уже после взвешивания знаем, что на следующий день нам бороться. Нужно максимально отдохнуть, нужно выспаться. Ну и также на следующий день я стараюсь хорошенько проделать ту работу, которую я должна сделать, то есть размяться, сделать пробежку. Потом я просто начинаю думать, даже если проиграю, я знаю, что в моей жизни ничего не поменяется в худшую сторону. И на каждый поединок я, несмотря на то, с каким соперником я борюсь, какой соперник передо мной, я ко всем готовлюсь одинаково серьезно. То есть у меня не бывает такого, что этот соперник, возможно, слабее, чем предыдущий или следующий. То есть с этим соперником я буду бороться, но не прилагая усилий. На самом деле ко всем я готовлюсь серьезно. Есть ли у вас спортивные кумиры или, может быть, даже соперники, которыми вы восхищаетесь? Ну нет, у меня таких нет. Я бы не сказала, что у меня есть кумиры. Но у меня есть поставленные цели, задачи, которых я хочу достичь. И я представляю себя в будущем, то, что я достигаю каких-то целей. Какую оценку вы бы поставили себе, если взять по пятибалльной системе в своем упорстве, в своем труде? По пятибалльной шкале я бы себе, конечно же, не поставила бы пятерку. Я бы поставила бы, наверное, четверку с большим минусом. Потому что всегда есть к чему стремиться. Как говорится, совершенству нет предела. Какова доля везения и труда в вашем деле? Может, есть те спортсмены, которым явно прям везет на соревнованиях, несмотря на то, как они готовятся. Даже если у них подготовка физическая слабая, может, есть такие спортсмены. Но у меня такого нет. Если я, допустим, серьезно не подготовлюсь на эти соревнования, я знаю, что я не достигну целей, из-за которых я на эти соревнования еду. Дайте, пожалуйста, конкретные рекомендации для тех, кто начинает заниматься вашим видом спорта. Я бы дала такие рекомендации, несмотря ни на что. Даже если бывают проигрыши друг за другом, не отступать. Всегда поставить цель. Самое главное, нужно поставить перед собой цель. Вообще, твое ли это спорт? Хочешь ли ты заниматься этим видом спорта? И вообще, для чего ты этим занимаешься? Потому что есть те спортсмены, которые просто для себя, для того, чтобы физически быть крепкими, посещают мою сетцию. Такие тоже есть, но их очень мало. Есть также те, которые именно хотят достичь высоких спортивных результатов. Я бы им-то такие рекомендации дала. Несмотря ни на что. Но не отступать, поставить цель, идти к своей цели. И для этого делать все то, что от них зависит. А зависит от них многое. Допустим, если они не будут посещать систематические тренировки, то, разумеется, они не достигнут результатов, каких они хотят. Ну что же было. Я еще раз поздравляю вас с этой победой замечательной. Конечно, я желаю вам дальнейших успехов в вашей спортивной карьере, в вашей работе. И спасибо, что были гости нашей программы. Спасибо вам. Насладиться красивыми природными пейзажами и чистым воздухом, познакомиться с самобытным колоритом Карачева-Черкесии, охладиться в летнюю жару и погрузиться в сказочную атмосферу. С такой целью приезжают туристы на медовые водопады. Из Малокарачевского района репортаж Дарью Тандит. В горном ущелье, в окружении пещер, отвесных скал и цветущих лугов, разместились медовые водопады. Своё название «Завораживающее место» получила благодаря старинному преданию. Раньше здесь гнездились пчёлы, летом соты размывало, по скалам стекали струи мёда, и вода становилась сладкой. Радужные брызги водопадов завораживают взгляд и целебным образом воздействуют на организм. Сегодня это излюбленное место оценителей, захватывающих дух пейзажей из разных уголков России. Первым делом приехали на медовые водопады. Здесь, конечно, красота до мурашек. Очень красиво, зелено. Пейзажи, и, конечно, Кавказ завораживает своими горами, поэтому нас манили горы. У вдоволь нагулявшихся и насладившихся природными красотами есть отличная возможность сменить обстановку и заодно расширить кругозор, заглянув в расположенный рядом маленький этномузей. В нём собраны интересные экспонаты, которые знакомятся с историей и бытом карачаевского народа. Старинные фотографии, предметы обихода, национальные костюмы, ремесленные изделия из кожи и металла – многим из них больше века. Прикоснувшиеся к истории туриста оставляют отметки и приятные пожелания. Люди, которые приезжают, отдыхают, не только просто чисто физический отдых. И вот познавательная часть, сегменты отдыха сейчас очень превалирует. Большинство все довольны. И я думаю, что наше кавказское гостеприимство, еда экологически чистая, активный отдых – всё это в сумме даёт хороший результат. Рядом с музеем маленький зоопарк в аккуратных загончиках обитают различные животные. Они ухожены и здоровы. Их можно потрогать и покормить специальным кормом, что и делают отдыхающие с большой охотой. Были в музее, кормили барашков, смотрели на антикварные вещи. Всё нам понравилось, всё здорово. Чудесный воздух, чудесная атмосфера, замечательные люди. Очень довольны. Раньше тут порхали пчёлы, а теперь гуляют туристы и наслаждаются живописными видами нашей республики. Дарья Тензит, Алиба Астанов, Вести Карачаева-Черкесия, Малокарачаевский район. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какой будет следующий, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Всего вам доброго и до встречи.